2 июня в доме номер 8 Попаловской улицы города Москва в Центральном офицерском клубе Воздушно-космических сил Министерства обороны Российской Федерации отметил свой 75-летний юбилей Владимир Михайлов, заслуженный артист России, певец-композитор, солист рок-группы кинематограф и легендарных вокально-инструментальных ансамблей «Акварели» и «Леси песня». С Владимиром мы знакомы уже достаточно давно, он проводил у нас, организовывал, устраивал уже не один концерт и самое интересное, что на его концерты полный зал, всегда полная посадка, то есть у него море поклонников, его любят, его знают очень теплая энергетика идет со сцены, когда он поет, когда он общается со зрителями, поэтому мы его очень любим всегда рады видеть в стенах нашего ЦОКа и очень приятный, положительный, замечательный, профессиональный, прекрасный артист. Несмотря на жаркий летний день, родные, друзья, коллеги, музыканты и просто поклонники творчества Владимира Михайлова собрались, чтобы поздравить Владимира Юрьевича с юбилеем. Парус мечты. Так назывался праздничный концерт, который состоялся на сцене зала Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил. Добрый солнечный день. Вы знаете, сейчас лето, сейчас лето, жарко, и хочется на мою первую песенку, я вам так вот спою, она мне называется очень просто. Парус мечты. Начинаем наш концерт. Ура! Ползать ночью, таить синее морской. Лишь соленый ветер провожает его. Птицы белосвежные, а он несется над волной. Словно стал лагик моей, в кровотке судьбой. Со сцены звучали песни, написанные Владимиром Михайловым в разные годы. Кстати, талант композитора музыкант обнаружил в себе, когда ему было уже за 40. Тогда в него очень поверили Юрий Гуреев, Валерий Абадзинский, Владимир Шаинский. Были в этот день и премьеры песен. Стихи «Костанетни Лобода», музыка Владимира Михайлова перед вами. А песня называется «Ты будешь счастлива». Премьера. Будешь счастлива, зато все это было не навсегда. Ты так старалась все исполнить, но настигала лишь беда. Ты не бесчастлива, так бывает. Все это надо пережить. Ведь ты сильнее, ты другая, ты больше сумеешь победить. Долгие годы Владимир Михайлов остается верен своим творческим предпочтениям и авторским союзам. В городе Сергеев Посад живет мой большой-большой-пребольшой друг Сергей Евгеньевич Боков. И когда-то мы с ним встретились случайно в обычном кафе где-то под Москву, я даже не помню, какой городок. И он мне подарил свою книжку со стихами. Говорит, Бовка, о надежде, что напишешь. И вот сейчас я вам спою песню, она написана мной очень давно. Называется она «Полет для всех вас». Музыка, поехали. Говорит, Бовка, о надежде, что напишешь. Говорит, Бовка, о надежде, что напишешь. Немало времени и сил Владимир Михайлов уделяет созданию песен для детей, которые исполняет уже не одно поколение мальчишек и девчонок. К веселым танцорам на концерте присоединились маленькие представительницы разных поколений большой дружной семьи Владимира Юрьевича. Его внучка и правнучка пришли в этот день поздравить любимого дедушку Володю. А еще мы рыбки просто золотые. Замы и котята очень уж смешные. Ведь у нас тут ряд, как не хочет поиграть. Домтик из-за тушки будет вас ласкать. И, конечно, в честь праздника звучали поздравления, одно из которых особенно впечатлило юбиляры. Владимир Юрьевич, спасибо за ваше творчество, за то, что вы сделали и делаете для всех нас, для воинов, для защитников Отечества. У меня есть сюрприз. Я хочу вручить Владимиру Юрьевичу поклоны адмирала, потому что он поистине адмирал российской и советской страны. Здоровья вам, удачи, новых творческих успехов. Спасибо. Спасибо, не ожидал нашему юбиляру, наше плотское трехрадное. Три-четыре. Ура! 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 Спасибо! Заключительным аккордом праздничного концерта стала песня «Прощай» композитора Вячеслава Добрынина на слова Леонида Дербенева, написанная в 1975 году. Впервые эта песня была исполнена вокально-инструментальным ансамблем «Леси песни» и уже позже стала известным шлягером Лева Лещенко, в студии которого Владимир Михайлов уже не один десяток лет записывает свои песни. «Прощай» Владимир Юрьевич, настроение в день рождения какое? Удивительно. Я еще вчера и вот сегодня, и вот все болячки иногда бывают, да. То есть мне сейчас лет 20 сейчас. То есть с утра, да, я проснулся, у нас сейчас отключили горячую воду, я сел на велосипед. Пока ехал, у меня были звонки каждую минуту, да, в одной руке руль, в другой стороне телефон. И так я ехал дома. Это я счастливый человек на самом деле, когда есть очень много друзей. А телекомпания я хочу, тонус процветания. Мы дружим много-много лет. И лично в лице Сергея Евгеньевича Бокова, генерального директора, он просто мой хороший друг. Мы комсомольцы, этим все сказано. Вот. И большое-большое спасибо, что телекомпания «Тонус» сегодня приехала и сняла этот концерт. Елена Георгиева, Тихон Бузылкин. День города.